Здравствуйте еще раз. Повторю нашу сегодняшнюю тему. Как сказала Татьяна Викторовна, видео мне немножечко подвисает, поэтому прошу прощения, я, наверное, его сразу отключу, чтобы вы слышали меня хорошо. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это особенности ДПР. Раньше детей из ДПР считали, ну, можно сказать, просто говорили о них, что это двоечники, и на это не обращали сильного внимания. Но ДПР можно и нужно преодолевать, так как недостаточная сформированность основных психических функций и задержка эмоционального развития в данном случае обратима. Это не умственная осталость, где у нас, возможно, органическое поражение мозга. Это задержка психического развития, которая при определенной работе, к большому счастью, она обратима, и мы можем, как педагоги, как психологи, как специалисты помогающие, мы все это можем обратить. Развитие ребенка может достичь нормального уровня, если мы с вами вовремя заметим трудности и обеспечим грамотную, коррекционно развивающую поддержку ребенка. Образовательная организация – это основной помощник в преодолении этой трудности ребенка. Мы все с вами понимаем, да, что основное – это образовательная организация и семья. О чем же мы сегодня с вами поговорим? Мы с вами сегодня разберем виды задержки психического развития, особенности детей с ДПР и их влияние на процесс обучения, после чего мы рассмотрим стратегии обучения детей с ДПР, да, как адаптировать программу, как использовать визуальные материалы и что же необходимо для того, чтобы ребенок с задержкой психического развития чувствовал себя, в первую очередь, сам фортно на занятиях. Немножечко так поясню. Одной из главных задач педагога – не просто передать знания, да, не просто дать какую-то информацию, а здесь момент того, что ребенок с ДПР, у него нарушены коммуникации. И одно из главных направлений педагога, одно из главных направлений помогающего специалиста – это развитие коммуникативных навыков и успешное включение ребенка в процесс. Будь то это образовательный процесс, будь то это дополнительное занятие, здесь главное, чтобы ребенок включился, чтобы он смог хорошо социализироваться и адаптироваться в обществе. Следующий момент, мы все с вами понимаем, что семья играет большую роль в обучении детей в общем, а в обучении детей с задержкой психического развития, здесь роль семьи, она возрастает. Также и возрастает роль педагога, потому что детям с задержкой психического развития требуется больше внимания, чем нормы типичным детям, и здесь педагог должен уделять больше внимания. И также в презентации будет информация о отличие с задержкой психического развития от умственной отсталости, я ее включила, если у нас будет достаточно времени, я ее проговорю, если нет, вы можете скачать эту информацию, скачать презентацию, там все понятно, там прямо прописано все по пунктам. Давайте перейдем с вами непосредственно, что же такое задержка психического развития. Задержка психического развития – это особый тип аномалии, проявляется он в нарушении нормального темпа психического развития. Как мы видим с вами из определения, здесь у нас просто нарушение темпа, поэтому я говорила уже о том, что задержка психического развития, она у нас обратима, как я уже сказала, мы можем ее доработать, мы эту задержку можем проработать и дотянуть до нормы. Какие же у нас виды задержки? Задержка конституционного происхождения, она может быть гармоническая, физическая и психический инфантилизм. Задержка самотогенного происхождения, задержка психогенного происхождения И задержка церебрально-органического происхождения. Для того, чтобы понимать, что же это такое, давайте кратко рассмотрим с вами виды этих задержек. Если мы с вами говорим о задержке первого, первый вид, это у нас задержка конституционного происхождения. Под этим подразумевается тот самый инфантилизм, когда эмоциональная волевая сфера находится на более ранней стадии. То есть все у ребенка было в порядке, если бы ему было на год-два меньше. Что у нас здесь преобладает? Это эмоциональная мотивация поступков. То есть ребенок начинает вести себя на эмоциях, повышенный фон настроения, то есть такая беззаботность, поверхностность. Ребенок не вникает в определенные ситуации, ребенок не вникает в определенный материал. И легкость внушения. Такие дети очень часто поддаются чужому влиянию. Бевнер и Власова связывают такое поведение с эмоциональной незрелостью. Иногда этот инфантилизм обусловлен незначительными обменно-трафическими расстройствами. И в целом такой инфантилизм, он очень быстро поддается коррекции. А если это мы говорим о таком инфантилизме, здесь можно говорить о... Существует мнение, что именно этот инфантилизм, возможно, наследственная природа. Но этот момент обсуждается и замечено, что у некоторых детей с задержкой психического развития такого типа родители тоже страдали от проблемы. Поэтому, если вы слышите от родителей, что это имело место быть, следует на это обратить внимание и более глубоко работать с ребенком и более глубоко работать с родителями. Следующая здесь задержка психологического развития, соматогенного происхождения. Можно догадаться, чем же обусловлен этот тип ЗПР. Основная причина – это длительная органная недостаточность. Что здесь у нас может быть? Инфекции, аллергические состояния. Вроде бы казалось, да, для нас, ну, что такое аллергия. Но если аллерген очень долго влияет на нашу нервную систему, на наш организм, то за счет этого идет определенная интоксикация, да, для нашего организма. И за счет этого у нас идет задержка психического развития. Это могут быть и пороки соматической сферы, как врожденные, так и приобретенные. Это могут быть пороки сердца. Все это может тоже влиять на задержку психического развития. Эмоциональное развитие может задерживаться из-за заболеваний неврологического характера. И эти заболевания могут сочетаться вместе с неуверенностью в себе, с капризностью, со страхами. Если ребенок много болеет, много времени проводит в медучреждениях, если он оторван от дома, если он оторван особенно от семьи, если он оторван от матери, то на его организм и, в частности, на его нервную систему оказывается серьезное негативное воздействие. И следствием этого является задержка той или иной сферы, да, той или иной тяжести. Мы с вами, возможно, кто-то наблюдал тот момент, что дети с ДПР очень часто, ну, это как следствие, да, дети очень много болеют, и следствием может быть задержка психического развития. Потому что идут, опять же, стрессовые факторы, которые влияют на развитие ребенка. Факторы больницы, факторы стресса, да. Следующая задержка психического развития, о которой мы сегодня с вами поговорим, это психогенного происхождения. Она обусловлена неблагоприятными условиями воспитания, препятствующими правильному формированию личности ребенка. Ребенок отклоняется в развитии при этом типа проблемы из-за того, что на него неблагоприятно влияет окружающая среда. Например, если есть конфликты в семье, казалось бы, да, даже если это конфликты между отцом и матерью, как очень часто родители говорят, да, это наш между собой конфликт, но мы все с вами понимаем, что даже в таком конфликте, в конфликте отца и матери у нас ребенок все равно чувствует эмоциональное напряжение в семье, и это эмоциональное напряжение все равно влияет на психическое развитие ребенка. Здесь остановка давит на психику, у организма запускается процесс адаптации. При этом происходит изменение эмоционального развития не в лучшую сторону, и все это приводит к ЗПР. Задержка психогенного происхождения возникает, например, при гиперопейке, может быть, при беспризорности, да. Казалось бы, гиперопека, когда над ребенком там трясутся, можно сказать, да, когда его обхаживают со всех сторон, вот здесь как бы психика начинает адаптироваться под это, и она понимает, что ей ничего делать не надо, ребенку ничего делать не надо, и, соответственно, идет отставание в психическом развитии. Касаемо беспризорности, здесь ребенок и его мысли, да, все направлено на то, чтобы, можно сказать, выжить, и, соответственно, психическое развитие тоже начинает останавливаться. Когда у ребенка не вырабатывается чувство долга, также, что же у нас способствует возникновению и прогрессированию ЗПР? Это агрессия в семье, отсутствие в окружающем коллективе высокой ценности, принципов и так далее. Задержку психогенного происхождения нужно отличать от педагогической запущенности, когда проблемы у ребенка возникают из-за отсутствия соответствующих знаний, из-за отсутствия опыта, неумения вести определенную деятельность. Здесь важно различить причину и следствие. Например, школьник, который нормально развивается, может не уметь считать не потому, что у него нет способности, не потому, что его мозг еще не готов, а потому, что его не учили, потому что он не учился этому навыку. Если родители или педагоги в общем образовательном, если бы родители или педагоги занялись плотнее, то у ребенка все начало бы получаться. И здесь не обязательно диагностировать ЗПР, да, а здесь возможно, как я уже сказала, это может быть педагогическая запущенность. И еще один вид задержки психического развития – это церебрально-органического происхождения. Она встречается с чаще других описанных типов, нередко обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной сфере, в познавательной деятельности. И занимает основное место в данной аномалии развития. Это самая обширная, это самая большая группа детей из-за задержки психического развития. И самый стойкий тип, согласно российским и международным данным. Она возникает вследствие чего? Здесь очень много факторов, да, это может быть инфекция во время беременности, это может быть недостаток кислорода. Когда у нас идет недостаток кислорода в момент родовой деятельности, это может быть тяжелый токсикоз, когда у нас идет интоксикация, точно так же, да. Несовместимость крови матери и ребенка, например, из-за резус-факторов. Сейчас, кроме резус-факторов, стали выделять несовместимость по группе крови. Это тоже сейчас стало моментом исследования. Раньше казалось бы, что только резус-фактор, да, влияет на некоторые моменты беременности. Сейчас ученые уже пришли к тому моменту, что не только резус-фактор, но и группа крови тоже может влиять на развитие ребенка. То есть, когда разная группа крови и несовместимая группа крови у матери и у ребенка. Следующее – это недоношенность. Есть, мы с вами знаем, да, несформированность. Не только физиологическая, но и психическая преднедоношенность. Есть и заболевания на первом году жизни. Что же у нас здесь и как у нас проявляются, да, эти типы? Конституциональный тип – это, как я уже сказала, эмоциональная несамостоятельность, это бурные реакции, перепады, настроения, игровые интересы и инфантилизм. А следующий – самокатогенный тип. Это я еще раз повторяю кратко. Слабость организма, отсутствие мотивации, апатия, нежелание принимать решения. Психогенная – это безответственность, отсутствие самостоятельности, возможно, акрессия, либо пугливость. И целибрально-органическая – это апатия, равнодушие, минимум эмоций и тому подобное. Здесь мы с вами видим, да, что все эти типы, у них нет активности, у них нет самостоятельности, и чаще всего это либо повышенный эмоциональный фон, либо наоборот, сниженный эмоциональный фон. Также есть классификация Демьянова. Я ее прям разбирать как первую мы не будем, чтобы не терять время и дать другую информацию. Я сейчас ее зачитаю кратко, и вы сможете с ней еще разочек познакомиться уже в презентации. ДПР с целибрально-органическим синдромом. Здесь у нас быстрая истощаемость произвольного внимания, утомляемость, неспособность к длительному и психическому напряжению. Здесь мы с вами понимаем, да, что при подаче материала мы не должны допускать этой утомляемости. Психофизический инфантилизм – это форма ЗПР, появляется в трех вариантах, да, гармонический, дисгармонический и психофизический. ЗПР с нерватоподобным синдромом отмечается задержкой развития психических функций на фоне симптомов, сходных с невропатией. Это врожденная нервность, раннее психомоторное развитие проходит в пределах нормы, то есть в такой, как бы, щелчок, да, и здесь у нас происходит именно задержка. ЗПР с психоподобным синдромами. Здесь ЗПР с синдромом гиперактивности, здесь ЗПР с синдромом гипоактивности и ЗПР с аутистическим синдромом. Именно последняя классификация, сейчас, наверное, вы на своей практике заметили, что ЗПР с аутистическим синдромом, она преобладает, а сейчас вообще, к сожалению, детей с задержкой психического развития с каждым годом все больше и больше, и это уже немножечко огорчает. ЗПР при детских целибральных параличах это у нас двигательная недостаточность, то, что ребенок с ДЦП, он зачастую, если это сильная ДЦП, да, сильная степень ДЦП, он зачастую мало двигается и нарушается тактильная, кинестетическая чувствительность. Тут же у нас подключается и наше зрение, тут же у нас подключается расстройство зрительно-пространственных функций, и здесь у нас идет на айфоне этого задержка психического развития. Краем глаза вижу Наталья спрашивает, да, Наталья, вы можете скачать презентацию, она доступна для скачивания. Следующий момент, задержка психического развития, она опять является тоже следствием, следствием определенных заболеваний. Здесь эти заболевания, они, ЗПР связаны с первичной недостаточностью отдельных систем, да, это может быть задержка на основе того, что есть дефект зрения, на основе того, что есть дефект слуха, или же, как мы с вами говорили ранее, да, опорно-двигательного аппарата. Это не обязательно ДЦП, но и другие нарушения опорно-двигательного аппарата. На фоне этого у нас происходит задержка психического развития. Также, как я уже говорила, да, задержка психического развития может быть при тяжелых соматических заболеваниях. Этот тип аномалии, развитие, он обусловлен длительной соматической недостаточности. Это могут быть хронические инфекции, это могут быть аллергические состояния, это могут быть врожденные, приобретенные пороки, да. Как я уже сказала, заболевания тоже могут иметь место быть. Какие же у нас особенности детей с задержкой психического развития? Что у нас страдает? Сейчас мы с вами тоже посмотрим. У нас с вами страдают высшие психические функции и речь. А сейчас большая часть детей, да, это речевики. У нас страдает с вами память, у нас страдает с вами восприятие, внимание, мышление, речь и эмоционально-волевая сфера. Как я уже говорила ранее, да, основным таким моментом, на что необходимо обращать внимание педагогу, это эмоционально-волевая сфера. Если мы с вами выравниваем, да, эмоционально-волевую сферу, то уже после этого мы с вами можем работать более глубоко, и мы с вами уже после этого можем работать с другими высшими психическими функциями. Если у нас эмоционально-волевая сфера не выровнена, мы с вами работаем, естественно, с высшими психическими функциями, но это намного сложнее. Здесь у нас эмоционально-волевая сфера. Что же происходит с нашим ребенком? Постоянные резкие перепады настроения. Очень часто дети с задержкой психического развития говорят, что он избалованный. Нет, он не избалованный, у него просто еще определенные отделы головного мозга не созрели, он не может контролировать тот или иной перепад своего настроения, да, так сказать, неконтролируемые приступы, там, гнева или, там, неконтролируемые приступы агрессии. Следующая внушаемость, да, эти дети очень быстро попадают под влияние других детей, более сформированных, да, и более властных. Могут проявляться частые проявления агрессии, это могут быть вспышки гнева. Дети очень часто тревожны, они боятся, очень часто боятся чего-то нового. У этих детей может быть низкая самооценка, они не уверены в себе, не желают что-либо делать, безинициативные, очень часто не способны к самостоятельным действиям, да, гиперактивные, и своей гиперактивностью они как бы пытаются скрыть свои определенные моменты, да, допустим, очень часто гиперактивностью дети пытаются скрыть незнания какие-то, да, отсутствие знаний на занятиях. Также нередко могут совершать поступки, находясь в сильном возбуждении и очень часто даже в состоянии аффекта. Если мы с вами говорим об особенностях учебной деятельности, да, на что мы с вами необходим, на что нам с вами, как педагогам, как специалистам, необходимо обращать внимание. Необходимо смотреть на то, что эти дети умеют находить решение соответственно с возрастной нормой. То есть им нужно немножечко больше времени, им нужно немножечко помочь, но это не значит, что они не могут решить ту или иную поставленную задачу. Они охотно, дети, принимают помощь, очень охотно они принимают помощь от даже сверстников, казалось бы, да, но от сверстников они даже охотнее принимают помощь, чем от взрослого, чем от педагога. Поэтому в момент обучения здесь мы можем формировать так называемые пары, да, где ребенок с задержкой психического развития будет под наставничеством своего одноклассника. Возможно, это будет ребенок, сидящий рядом, да, возможно, это будет кто-то из его друзей, когда они там делают домашнее задание. К этому мы тоже можем подталкивать детей. Еще необходимо обратить внимание на то, что урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов. То есть здесь у нас должно быть переключение видов деятельности. Это должны быть дополнительные упражнения. Это могут быть физкульт-минутки. То есть здесь для того, чтобы не допустить вот этот момент утомляемости, о котором я говорила ранее, да, что эти дети утомляются быстрее нормотипичных детей. Здесь мы должны переключать вид деятельности, но, естественно, это должно быть в форматах нормы. Не так, что мы каждую минуту переключаем вид деятельности, если ребенок еще не успел включиться, мы уже переключили вид деятельности. Нет, но смена вида деятельности для профилактики утомляемости, мы это тоже должны с вами учитывать. Также необходимо обратить внимание на то, что должно быть очень много наглядного пособия, и так как дети лучше понимают сказанное благодаря картинкам, благодаря наглядным пособиям и благодаря многостратному повторению. И то, что дети могут уловить сюжет, они могут понять и решить, как решить задачу, они могут ее решить, могут запомнить, опять же, при многократном повторении, да, я уже сказала, что здесь нет органических поражений мозга, которые необратимы. А мы с вами говорим о том, что задержка психического развития, она обратима, и ее нужно прорабатывать, ее можно проработать, и ее нужно прорабатывать. Какие уже у нас стратегии обучения детей с задержкой психического развития? Прежде всего, индивидуальный подход. Мы понимаем, что все дети уникальны, да, но детям с задержкой психического развития им немножко сложнее адаптироваться под общую программу. Поэтому мы разрабатываем определенный индивидуальный план, мы учитываем потребности этого ребенка, интересы и способности. Такой подход позволяет предоставить поддержку наиболее эффективным образом. Мы с вами понимаем, как лучше воспринимает ребенок ту или иную информацию, через что, поэтому нам проще адаптировать материалы и использовать методы, которые наиболее соответствуют особенностям каждого ребенка. Эти особенности могут быть совершенно разные. Следующее – это игровые методы обучения, особенно если это у нас с вами начальная школа, да, здесь мы с вами понимаем, что выйдя из детского сада, еще не все дети, ну, вообще не все дети готовы к полной учебной деятельности. А дети с ЗПР – это особая категория, да, и у них здесь намного все сложнее. Поэтому игровые методы обучения, они будут способствовать более лучшему усвоению материала. Включение игр в уроки, оно помогает привлечь внимание детей и сделать обучение более интересным и эффективным. Можно использовать различные обучающие игры, планировать игровые задания, направленные на развитие навыков, которые необходимы для учебы. То есть мы здесь не совсем учимся, мы учим учиться, мы формируем те навыки, которые будут помогать детям учиться. Ролевые игры могут помочь детям с ЗПР лучше понять и справиться с социальными ситуациями, да, как я уже говорила, что одним из направлений работы с детьми с ЗПР должно быть адаптация и успешная социализация в обществе. И все эти игры способствуют развитию коммуникативных навыков и воображения. Я тоже говорила о том, что дети с задержкой психического развития, у них нарушены коммуникативные навыки. Следующий момент, следующая особенность – это использование визуальных материалов для детей с задержкой психического развития. Визуальные материалы, они особенно полезны. Человек большую часть информации, естественно, воспринимает зрительно, да, а для детей с ЗПР это наиболее важно. Также очень полезно и актуально, да, использование диаграмм, схем картинок и других визуальных средств. Это все позволяет детям лучше воспринимать информацию, развивать свои умственные способности. Использование интерактивных технологий. Технологии, такие как компьютеры, планшеты, специальная программа, могут быть отличным инструментом для обучения детей с задержкой психического развития. А сейчас пришла в наш мир гаджетизация, и гаджеты, да, они занимают очень большой пласт нашей жизни. Естественно, это должны быть не просмотр, там, каких-то мультиков, да, даже, нет, почему, даже если это какие-то двухминутные, короткие, полезные мультики, то это можно позволить на каких-то занятиях. Но использование компьютеров, планшетов, специальных программ, они, опять же, должны быть направлены на моменты правильной учебы. То есть мы учим детей учиться при помощи компьютерной технологии. Многие программы предлагают определенные интерактивные задания. Эти задания могут быть адаптированы под уровень и потребности, опять же, каждого ребенка. Такие технологии сейчас создано, мы все с вами знаем, да, большое множество определенных там программ. Эти технологии могут помочь развивать навыки чтения, навыки письма, математики, других предметов. Также существует большое множество программ, которые помогают ребенку и взрослому развить внимание, память. Это тоже очень удобно. Естественно, мы с вами используем это не на уроках. Мы какие-то программы, которые нам интересны, мы можем рекомендовать родителям в домашних условиях тоже применять в обучении ребенка. Таким образом, у нас семья будет тоже помогать в обучении ребенка. Следующее – это мультисенсорное обучение. То есть здесь у нас использование различных сенсорных стимулов, таких как зрительные, слуховые, тактильные. Это все может помочь детям с ЗПР, задержкой психического развития, лучше усваивать информацию. Например, использование рисунков, музыки, дотрагивание до различных текстур или предметов может, опять же, улучшить процесс обучения и усвоения материала. Как говорится, если ты можешь дать ребенку это увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус, то необходимо подключить все анализаторы, необходимо подключить все пути донесения информации. И это все мы должны подключать. Следующее – это коллаборативное обучение. Здесь, как я уже сказала, другие дети, дети ЗПР, очень хорошо принимают помощь своих сверстников, и сотрудничество, и взаимодействие с другими детьми могут сыграть очень большую, очень важную роль в своем образовании. Работа в парах или небольших группах позволяет им развивать, опять же, социальные навыки, учиться взаимодействию, учиться другим и взаимно поддерживать друг друга в процессе обучения, и эти навыки они потом могут перенести в свою обычную, в свою постоянную жизнь. Следующее – это искусство и творчество. Работа с искусством, работа с музыкой, работа с танцами или драмой может симулировать творческое мышление и самовыражение детей с задержкой психического развития. Вроде бы казалось, искусство и обучение, они не совсем прям вплотную друг к другу, но такие виды искусства, они развивают воображение, они развивают моторику и способность к выражению своих эмоций. Говорилось уже ранее о том, что эти дети эмоциональны, они агрессивны и могут быть агрессивны, за счет искусства мы с вами можем прорабатывать эти эмоциональные моменты. Следующий немаловажный фактор – это партнерство. У нас с вами есть вопрос о роль семьи и роль педагога в образовательном процессе ребенка с ДПР. Необходимо уделять большое внимание именно партнерству с семьей, партнерству с родителями, либо партнерству с наиболее значимым человеку – ребенком. Здесь возвлечение родителей в образовательный процесс является ключевым для успешного обучения детей с ДПР. Как мы с вами можем включать родителей? Это всевозможные классные часы, куда мы с вами можем приглашать родителей. Это встречи с родителями, это гостиные. Также регулярное общение с родителями, обмен информацией о том, какой прогресс ребенка идет. И здесь мы должны получать, опять же, обратную связь. Таким образом мы подключаем ребенка к обучению и работаем с ним. Радмила, а какие примеры конкретно вы хотите? Ну, я не совсем понимаю вопроса. Следующее, также обмен информацией, как я уже сказала, да, и зачастую составление вот этого индивидуально-образовательного маршрута для того, чтобы конкретно у нас было понятно, к чему мы идем. При составлении индивидуально-образовательного маршрута мы с вами должны привлекать родителей. Даже в таком положении по составлению именно вот этого маршрута там есть пункт о том, что родители являются законными участниками составления индивидуального маршрута. И родители, работа с родителями может создать эффективную и поддерживающую среду как вне, так и внутри школы. Непрерывная оценка и адаптация. Здесь у нас при составлении маршрута, да, нашего вот этого, с которым мы работаем, здесь, сейчас я договорю и отвечу на ваш вопрос. Непрерывная оценка и адаптация. Постоянная оценка или переоценка процесса ребенка, она позволяет адаптировать образовательный план, она позволяет адаптировать методы обучения для того, чтобы достичь лучших результатов. Вот этот план, который мы составляем в начале года, да, мы постоянно смотрим прогресс, есть ли этот прогресс. И здесь мы, видя этот прогресс, либо он есть, либо его нет, да, естественно, мы постоянно должны оценивать, есть он или нет, и если его нет, то мы должны вносить изменения в этот план. Гибкость и открытость к изменениям помогут учиться и расти каждому ребенку в соответствии с его потребностями. И отвечая на вопрос, какие игры? Игры, которые будут направлены у нас на социализацию, то есть проигрывание определенных ролей. Здесь мы с вами можем проигрывать определенные роли для того, чтобы ребенок успешно, допустим, социализировался и адаптировался. Мы предлагаем детям поиграть в тот же самый магазин. Здесь у нас с вами формируются навыки счета в первую очередь, и мы с вами формируем социальные навыки, то есть мы с вами формируем навыки коммуникации, мы с вами преувеличиваем навыки того, что ребенок должен общаться с нашим предполагаемым продавцом, что у нас ребенок может общаться с нашими предполагаемыми покупателями. То есть здесь мы с вами можем использовать игры, которые направлены на социальную адаптацию, на включение ребенка в общество. Надеюсь, на этот вопрос я ответила. Следующий момент – это роль семьи и педагогов в обучении. Как я уже сказала, семья играет большую роль. С точки зрения теории систем, семья является живой системой, которая имеет свою структуру, определяя определенные функции. Здесь цель – это восстановление психофизического и социального статуса ребенка, достижение материальной независимости, как я уже сказала, и социальной адаптации. Здесь большую роль… Подскажите, пожалуйста, сейчас меня слышно хорошо. Если хорошо, пожалуйста, в чат ничего не пишите, поставьте огонечек. Ага, все, спасибо большое. Прошу прощения. Все, достаточно. Здесь роль педагога и роль семьи, как я уже сказала, это основные такие направления, основные люди, которые влияют на задержку психического развития, потому что кто как не семья, кто как не педагог будет работать с этим. Как я уже сказала, развитие ребенка с ЭПР можно привести к норме, если будет правильно и корректно подобраны методы. О методах мы с вами поговорили раньше, да, на что необходимо обратить внимание, и как мы строим работу ребенка с задержкой психического развития. Для быстрого достижения этих результатов очень важно, как бы, не ограждать этого ребенка от общества, как я уже сказала, интегрировать в общество. Очень важно брать этих детей на экскурсии, очень важно брать этих детей на внеклассные мероприятия. Как я уже сказала, да, либо эти дети могут быть с повышенной агрессией, импульсивной, и очень часто этих детей для того, чтобы они не мешали, отодвигают, да, убирают, либо там отправляют домой и так далее. Нет, лучше, ну, во-первых, этого делать нельзя, и лучше, если будет ребенок включаться во внеклассные занятия, да, лучше, если он будет ходить на экскурсии со всем классом. Даже если он может быть, вот, ну, как бы, две таких, два положения, это может быть активный и агрессивный ребенок, да, это первый момент, а второй момент, это может быть такой застенчивый, тихий ребенок. И для этого необходимы наши вот эти внеклассные мероприятия, и чем их будет больше, чем больше в эти внеклассные мероприятия этот ребенок будет включен, тем проще ему будет социализироваться, тем проще ему будет адаптироваться. Для детей ЗПР, как и для любой другой нозологической группы, да, есть определенные направления коррекционной работы. Педагог в своей работе должен опираться на ВГОС ОВЗ. На это мы с вами обращаем внимание, там прописана концепция коррекционной работы с детьми, там, естественно, все нарушения, да, все нарушения в развитии, там мы смотрим с вами на ОВЗ, на ЗПР, и для успешного достижения результатов с детьми работает не только один педагог, да, в идеале, в идеале у нас здесь должны работать и логопед, и педагог-психолог, и дефектолог, это у нас, как я уже сказала, комплексная работа, да, один педагог, он, ну, не вытянет этого ребенка, и даже, ну, если вытянет, то это будут очень большие затраты для самого педагога, эмоциональные, да, и психологические. На основе анализа особенностей ребенка строится индивидуальный образовательный маршрут, и приемы в обучении таких детей, они должны соответствовать возможностям, но здесь у нас, естественно, этот момент мы должны с вами учитывать. И здесь главная задача педагога не передать знания, а привить им положительное отношение к учебе и сформировать готовность идти на контакт, то есть сформировать готовность учиться, а когда мы с вами это сформируем, дальше у нас уже будет намного нам легче передавать знания. Для детей с задержкой психического развития характерно снижение познавательной деятельности, поэтому перед педагогом стоит задача вовлекать их в программу обучения и опять же формировать интерес к новым знаниям. Как отмечалось ранее, дети, как я уже говорила, испытывают проблему с социализацией. Здесь достичь результатов может быть включение в групповые занятия. Ребенок, имеющий задержку психического развития, на занятиях будет взаимодействовать с окружающим миром, развивать умения, опять же, коллективной работы. Здесь мы с вами можем подключать игротерапию, как я уже говорила ранее, также может подключать сказкотерапия. Здесь мы с вами можем несколько моментов. Это может быть и проигрывание сказок, это может быть и составление сказок. Даже если ребенок отказывается проигрывать сказки, для подготовки сказки у нас необходимо большое количество людей. Это могут быть декораторы, создатели декораций. И сюда мы с вами тоже можем подключить ребенка с задержкой психического развития. Ему не обязательно выходить на сцену, проигрывать эту сказку. Здесь мы можем включить ребенка в эту деятельность. И таким образом у нас ребенок тоже будет включен в данный вид деятельности. В рамках таких занятий педагог должен познакомить детей с целыми простыми бытовыми ситуациями. То есть познакомить с ситуациями, которыми он может проиграть. Как я уже сказала, определенные игры, сюжетно-ролевые, они очень полезны для детей с задержкой психического развития. Развитие эмоционально-волевой сферы является важной частью коррекционного обучения. То есть, как я уже сказала, что на хорошо развитую эмоциональную волевую сферу у нас уже знание будет ложиться намного лучше и намного проще. Помимо социализации детей в условиях коммуникации, учится развивать и речь. Так как часто дети с задержкой психического развития имеют, во-первых, скудный словарный запас, и очень плохо у них формируются навыки коммуникации. Педагог должен стимулировать их выполнять словесные инструкции, отвечать на поставленные вопросы. То есть ответ на поставленный вопрос должен быть речевым. Не так, что ребенок махнул головой, да, а очень хорошо было бы, если ребенок не просто ответил там «да», «нет», да, а полным ответом, то есть речевые навыки мы тоже с вами формируем в процессе обучения. Инструкции должны быть понятны детям и соответствовать уровню их речевого развития. То есть мы не используем такую заумную терминологию, все должно доноситься четко и ясно. Обыгрывать бытовые ситуации можно вне учреждения, допустим. А если это дошкольное учреждение, то на прогулке, да, либо, как я уже сказала, какие-то экскурсии или же дополнительное внеклассное занятие. И в таких, в рамках таких занятий ребенок должен научиться искать выход из определенной ситуации, из любой ситуации. Ребенок должен уметь просить помощи у своего окружения и сообщать о своих потребностях, о том, что ему необходимо. Также необходимо при работе с детьми работать в оздоровительном направлении. Да, здесь задача педагога – научить детей соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. Это тоже мы с вами можем делать дополнительно при помощи дополнительных внеклассных мероприятий. Ну, потихонечку мы с вами будем сейчас заканчивать. Я сейчас прелистаю для видео – это «Отграничение задержки психического развития от умственной отсталости и других нарушений». Зачитывать я их не буду, потому что здесь вы, я думаю, в состоянии можете прочитать их сами. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите эти вопросы. Пока я заканчиваю, вы можете написать вопросы, и я отвечу на них. На данный момент это вот отличие задержки психического развития от умственной отсталости. Дмитрий, смотрите, у вас вопрос. Насколько современные технологии, например, виртуальная реальность или искусственный интеллект могут помочь в обучении и поддержке детей с ЗПР? Смотрите, я говорила о том, что мы используем всевозможные мультимедийные техники. Если у вас, как у педагога, или если же у вас, как у учреждений, есть возможность использовать виртуальную реальность, это очень большой плюс, потому что, как я уже говорила, наглядность для этих детей, она имеет особое значение, и большим плюсом будет то, что ребенок будет полностью при виртуальной реальности включен в непосредственно деятельность. И если ребенок полностью включен в деятельность, в процессе, допустим, виртуальной реальности, то воспринять тот или иной материал ему, естественно, будет проще. Мы с вами понимаем, что не весь материал мы с вами можем как бы описать, рассказать и так далее. А виртуальная реальность позволяет нам создать те элементы, те моменты, те какие-то ситуации, которые мы не можем создать для ребенка в определенной ситуации, в определенном месте. А здесь виртуальная реальность нам помогает более полно донести информацию. Как я уже говорила, да, кто-то написал в чате, что это золотое правило дидактики, да, действительно так, что если мы можем ребенку дать потрогать, если мы можем ребенку дать там попробовать на вкус, увидеть, почувствовать, пощупать, естественно, мы даем это все сделать. Именно виртуальная реальность и искусственный интеллект нам позволяет это сделать более полно. Дмитрий, какие этические вопросы возникают при проведении исследований и разработке программ для детей с ДПР? Не совсем понимаю, что может быть, какие вопросы могут возникать. Как я уже сказала, да, для разработки программ мы с вами используем в ГОСОВЗ, на него мы с вами опираемся. Но исследования, в принципе, у детей, ну, очень часто, может быть, даже не знаю, какие вопросы могут возникать. В принципе, вопросы возникают уже в момент реализации этой программы, и вопросы возникают, как адаптировать правильно программу, для того, чтобы эта программа приносила определенный результат, на который настроен коллектив, на который настроены сотрудники, которые ее реализуют. Но на сегодня у меня все. Так, не совсем понимаю, Миля, вопрос, прошу прощения. Как работать с ребенком-артистом? Мне непонятен, какой вопрос. Причем здесь задержка психического... Так, смотрите, наверное, это аутистам. Смотрите, задержка психического развития и аутизм, это немножечко такие они смежные направления, но аутизм, работа с детьми с расстройством аутистического спектра, это немножечко другая информация. И в двух словах сейчас, ну, в конце вебинара я на нее вам, к сожалению, не отвечу. Насколько я знаю, на портале Директ Академии, посмотрите, предыдущие вебинары, вебинары предыдущих годов, а там есть работа с детьми с расстройством аутистического спектра. Вы можете непосредственно поискать это и там посмотреть. По поводу вебинара для родителей и детей с ДПР. Здесь вопрос к организаторам. Если будет такой запрос, то этот вебинар можно будет провести. И за консультацией, в смысле, вы хотите непосредственно пообщаться как-то по этому поводу, ну, я не знаю, насколько можно это делать или нельзя, но если Татьяна Викторовна разрешит, я могу оставить, пока она будет потом с вами прощаться, я могу оставить адрес своей электронной почты в чате, и мы с вами можем пообщаться лично, но если мне это разрешат сделать. Здесь на сегодня у меня по информации все. Я надеюсь, что информация будет интересна и полезна. Вот вижу, Татьяна Викторовна разрешила. Я буду заканчивать наш сегодняшний вебинар. И тогда, если будут какие-то вопросы, вы можете уже написать мне непосредственно на электронную почту, и мы с вами пообщаемся в таком формате. На сегодня у меня все. Спасибо большое за интерес к теме. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...